Строительный брак или халатность? Ответ на этот вопрос продолжают искать жители новостроек в микрорайоне авиаторов. Дома, которые возвели всего год назад, трещат буквально по швам. Во многих квартирах стены пропускают холод, система отопления при этом не спасает. Что будет зимой, люди боятся даже представить, ведь предыдущая показала, новостройки не способны выстоять и минус 20. Больше всех страдают владельцы так называемых угловых квартир. Управляющая компания еще весной пообещала жильцам, что обязательно утеплит стены строений. Ну а что на деле, расскажем прямо сейчас. Не очень сильно рад был, что переехал. У меня в деревянном доме теплее было, в старом. Семья Петровых в новенькую квартиру заехала еще весной. Уже тогда температурный режим в помещениях не соответствовал норме. Повсюду наблюдался строительный брак. Десятки трещин, огромные щели и отваливающаяся плитка. Для молодой семьи это стало лишь началом больших испытаний. Позвонили в управляющую компанию, нам сказали, занимайтесь сами этим ремонтом. Там скинули трубку, больше не брали трубку. То есть, как бы, ну, очень похабно отвечают. Чуть позже в квартире начал отходить линолеум. Отпали плинтуса. Входная дверь и вовсе заблокировалась. Ее вскрывали уже спасатели. Я вот для интереса просто посмотрел по интернету. Сантехника вся, все материалы, которые здесь используются, очень, ну, самые-самые низкого качества. То есть, сделано очень, по минимуму. А вот такой водой сейчас приходится мыться всему дому. Пропускать бесполезно. Управляющая компания считает, что ржавую воду поставляет по КТС. Система водоснабжения в строениях, мол, промыта. Я не могу запачкать воду в отдельном взятом доме или квартире, так? И потом ее никуда не применить. Правильно? То есть, она прошла грязно, если пришла, да? Прошла через дом и вернулась в котельную. Однако не так давно санэпидемстанция взяла пробы воды. Результаты подтвердили руководство. Управляющая компанией «Наш дом», который обслуживает строение на авиаторов, нагло лжет и жильцам, и журналистам. Взяли анализ воды из нашего колодца, вот перед домом, вода была чистая. А взяли анализ воды в самом доме, вода оказалась грязной. Все это потому, что при сдаче в эксплуатацию не была проведена промывка системы водоснабжения и отопления. Управдом, к слову, уже не раз обводил жильцов вокруг пальца. Вводил заблуждения и власти. По мнению коммунальщиков, собственники квартир сами выдумывают проблемы. Сами портят линолеум, сами рушат стены. Может быть, он прибивал шкаф, может быть, он вешал зеркало, правильно? Или он еще что-то. Ну, может быть, искажает факты, правильно? Могут искажать, могут. Человек может ошибаться, может что-то там придумать другое. Все может быть. Но когда речь идет о невыполненных обещаниях хозяйственников, то руководство всегда находит причины, из-за которых не сделаны те или иные работы. Эти металлические леса здесь установили еще в начале июня. За лето строители пообещали утеплить новостройки, но работы до сих пор не ведутся. То, что здесь хоть что-нибудь сделают до наступления первых холодов, верится уже с трудом. В июне, где-то они, я не знаю, недели-две поработали. Ну, как работают, сейчас даже видно, они просто замазывают швы. Вот так называемое утепление. Потом я уезжала в отпуск, у меня не было три недели. И вот сегодня ровно три недели, как я приехала, леса как встали, так и стояли. И вот нарисовались там два молодых человека, как будто они выполняют работу по утеплению. Никто их не контролирует. Управляющая компания списала все на отсутствие средств и материалов. То есть почти два летних месяца утеплением дома не занимались. А ближе к осени работы начались. Но жильцы уверены, утеплять стены нужно не герметиком, а как минимум специальной строительной ватой. По вашему же телевидению, когда выступал Гончаров, он сказал, что вроде как эти дома для нашего варианта северного непригодны. Что нам делать? Куда нас теперь переселять будут? Зима покажет. А вот Александр Петров теперь надеется только на себя. Понятие «управляющая компания» для молодого человека пропало навсегда. Совсем скоро его семье предстоит пережить новое и, пожалуй, самое сложное испытание – заполярную зиму. Олег Катанзейский, Роман Делимарский, телеканал «Север».